Абхазские паралимпийцы готовятся к встречам с российскими спортсменами. В Сухуме состоялась церемония открытия Паралимпийского комитета Республики Абхазия. Олегарство, военный и дипломат. Телекомпания Абаза ТВ продолжает проект «Биографический салон». В новом формате Минпросвещение Абхазии провело ежегодный традиционный творческий конкурс «Проба пера». Начнем с официальной хроники. 14 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники налоговых органов. Президент Аслан Бжания поздравил с профессиональным праздником – Днем образования налоговых органов Республики Абхазия. От вашего добросовестного труда зависит успешное функционирование государства, реализация программ здравоохранения, науки, образования и социальной сферы. Постоянное совершенствование работы с помощью информационных технологий, внедрение электронных систем, обмена информацией обеспечивают четкость и прозрачность налоговых поступлений. Ответственность, профессионализм и компетентность сотрудников налоговых органов должны способствовать дальнейшему росту поступлений налогов в бюджет страны, формированию благоприятного инвестиционного климата в республике, отмечается в частности в поздравлении. Глава государства пожелал налоговикам крепкого здоровья, мира, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо народа Абхазии. Премьер-министр Абхазии Александр Анква поздравил министра по налогам и сборам Джансу Хананба в телефонном разговоре с Днем образования налоговых органов. Поздравляю вас и весь коллектив с профессиональным праздником. Примите слова благодарности за вашу работу, выражая уверенность в том, что министерство и дальше будет успешно выполнять возложенные на налоговые органы обязанности во благо нашей республики и ее экономической безопасности, сказал премьер-министр. Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост спикера Народного собрания Парламента Республики Абхазии. В поздравлении также говорится, в целях развития российско-абхазского межпарламентского сотрудничества приглашаю вас посетить Российскую Федерацию с официальным визитом. Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов поздравил Лашу Ашуба с избранием его на пост спикера Народного собрания Парламента Республики Абхазии. В поздравлении, в частности, говорится, пользуясь случаем, выражаю надежду на плодотворное сотрудничество и укрепление межпарламентских связей. Председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики поздравил также Астамура Аршба, Фазалбия Авицба и Ашота Минасян с избранием их на должности заместителей спикера Народного собрания Парламента Абхазии. Президент Аслан Бжани принял уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазии Мактюну Джинджоли. Она представила отчет о проделанной работе за период с июня 2021 по март 2022 года. Документ содержит информацию о количестве обращений на имя уполномоченного по правам ребенка, касающуюся различных вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. В ходе встречи были определены приоритетные направления в работе аппарата уполномоченного на предстоящий год. Глава государства обещал оказать правозащитному органу поддержку и содействие для полноценного его функционирования и обеспечения деятельности по защите прав и законных интересов детей. Заявление омбудсмена. Незаконное ограничение деятельности СМИ является прямым нарушением права на свободу слова, на информацию и выражение мнения гарантированной Конституции Республики Абхазия. Об этом говорится в комментарии уполномоченной по правам человека на ситуацию с недопуском журналистов на первое заседание Народного собрания парламента, седьмого созыва, опубликованном на сайте омбудсмена. Право посещать государственные органы и организации закреплено в законе о СМИ и в других нормативно-правовых актах. Следовательно, деятельность журналистов не должна быть ограничена или обусловлена некими документами в виде списков приглашенных и т.п. Выражаю надежду, что причины недопуска журналистов на заседание парламента будут изучены, будет дана адекватная оценка со стороны руководителей соответствующих ведомств и приняты соответствующие решения. Отмечается, в частности, в комментарии уполномоченной по правам человека в республике Асиды Шакрал. В правительстве завершена работа над документом, определяющим штрафы для нарушителей правил на водных объектах. Премьер-министр направил на рассмотрение президенту проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики об административных правонарушениях, сообщает сайт правительства. Речь идет о применении административного наказания за нарушение правил на водных объектах. В связи с тем, что в последнее время наблюдается тенденция увеличения количества несчастных случаев на воде из-за отсутствия соответствующих статей в Кодексе Республики Абхазия об административных правонарушениях. Для упорядочения сложившейся ситуации настоящим законопроектом предлагается включить в действующий Кодекс об административных правонарушениях статью, предусматривающую административное наказание в виде штрафа за нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах, предусмотренных вышеуказанными правилами. О ситуации с поисками российского туриста в горной местности Гагарского района, а также об этапах подготовки районных спасательных служб и спецтехники к предстоящему туристическому сезону, во время которого возрастает нагрузка на ведомство, доложил премьер-министру Александру Анкваб, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Кайциния. Он рассказал также о статистических данных министерства за первый квартал 2022-го. Александр Анкваб поручил определить формы взаимодействия МЧС и Минтуризма по регистрации туристических групп перед отправлением в горы. Он также подчеркнул, что ведомство при подготовке мероприятий к туристическому сезону должно учесть опыт прошлых лет. Цена за вспашку земли останется на уровне прошлого года. Минсельхоз выделит компенсации МТС. В подготовке к весеннеполевым работам посвящалось рабочее совещание в Министерстве сельского хозяйства, в котором участвовали главы районных администраций, руководители сельхозуправлений и МТС, сообщает Апснепресс. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Чопу, отметил, что с началом весеннеполевых сельскохозяйственных работ крестьяне и фермеры сталкиваются с проблемой повышения цен на горюче-смазочные материалы. Он сообщил о том, что президент Аслан Бжания провел накануне совещание, на котором поручил, проводя весеннеполевые работы силами МТС, не увеличивать расценки за вспашку. В МТС будут выделены компенсации и средств, которыми располагает Министерство на развитие сельского хозяйства, отметил Чопу. Вспашка одного гектара земли составляет не более трех тысяч рублей. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 апреля 2022 составила 9137 рублей, сообщается на сайте Госстата. В эту цифру входят продовольственные товары на сумму 6250 рублей, непродовольственные – 1791 рубль, платные услуги, налоги и обязательные платежи – 1096 рублей. Держатели банковских карт, международных платежных систем, виза и мастер-карт в Абхазии сообщают о сбоях в работе карт. Ранее Национальный банк предупреждал о возможных проблемах с их обслуживанием на территории республики и рекомендовал гражданам и гостям страны использовать карты АПРА и карты Российской национальной платежной системы МИР. Отмечалось, что карты платежной системы МИР, выпущенные российскими банками, обслуживаются на территории Абхазии без ограничений. Коротко об эпид-ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 13 апреля тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 78 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 8 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 53 585 человек. Зарегистрировано 682 летальных случая. Выздоровели 52 046 человек. Граждане Южной Осетии будут бесплатно лечиться в медучреждениях Абхазии. В результате договоренностей во время недавнего рабочего визита министра здравоохранения Эдуарда Будбов Цхинвал и министра здравоохранения и социального развития РИО Саслана Наниева населению Южной Осетии стали доступны медицинские ресурсы Абхазии, сообщает Министерство здравоохранения. В частности, реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в Сухуми, реабилитационный центр для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии в Гагре, отель-спортивный комплекс «Жемчужина» города Чемчира, отделение реабилитации при Ткварчалской ЦРБ для постковидных пациентов. Обозначенные виды медицинской реабилитации будут доступны бесплатно гражданам Южной Осетии на льготных условиях за счет бюджетных средств Министерства Республики Южная Осетия. Абхазские паралимпийцы готовятся к встречам с российскими спортсменами. В Сухуми состоялась церемония открытия Паралимпийского комитета Республики Абхазия, в которой приняли участие спортсмены, политики, общественные деятели Республики, представители Паралимпийского комитета России. Слово Анастасии Никоновой. Еще в декабре 2021 года Паралимпийский комитет Абхазии прошел юридическую регистрацию. Позже на учредительном собрании был избран председатель мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России по парадхаквандолеон Свежба. И спустя год с небольшим состоялось официальное открытие Паралимпийского комитета Абхазии, которое ранее откладывалось из-за пандемии. Нам очень хочется, чтобы в нашей стране обязательно развивалась физическая культура и спорт. Она, в принципе-то, и развивается. Есть определенные, безусловно, успехи, но на достигнутых успехах останавливаться ни в коем случае нельзя. Это так же, как и развитие самого государства. То бишь, молодежь должна развиваться, она должна иметь возможность получать образование, но также и должна иметь возможность получать физическое образование, физическое воспитание, ну и, конечно же, серьезные достижения в области спорта. Соучредитель комитета, представитель Паралимпийского комитета России Ахиллес Маврофиди отметил, что он является сухумцем. И все его первые спортивные достижения начались в Абхазии. Работал тренером. Но тогда не было Паралимпийского комитета. И я занимался среди здоровых, сверстников. Ну и после войны, к великому сожалению, это было здесь, на нашей родине. Первые соревнования спортивные после войны мы провели здесь. Я зовет сюда футбол ампутантов, ребят-афганцев. Тогда еще царство небесное Валерий Андреевич Логов был. Когда я ему позвонил, поздороваться, мы в Сочи проводили соревнования. Он мне говорит, Ахиллес, я тебя очень прошу, привези сюда спортсменов этих, чтобы хоть первое соревнование какое-то посмотрели бы, а то год и три месяца была война. Председатель Паралимпийского комитета, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России по парадхагмандоле, он свежба поблагодарил причастных за помощь в создании организации. Рассказал о планах по развитию паралимпийского спорта в республике. Мы дальше будем также развивать 10 видов, которые входят по климатическим условиям. На дальнейшем этапе будем стараться построить спортивный комплекс, чтобы наши дети развивались и также приезжали, проводя сборы здесь люди. На этапах сборов, увидев других спортсменов, дети начнут развиваться и понимать, что у них тоже есть возможности. Как я могу сказать, мы люди не с ограниченными способностями, мы люди с ограниченными возможностями. Почему? Потому что, к сожалению, правой рукой стакан я не могу поднять, но потянуться на турнике я могу это сделать. И поэтому наши способности не ограничены. Лишь человек себя загоняет, лишь у себя в голове. Все, как говорится, проблемы и все, что человек не может сделать, это лишь отходит от его головы. В планах, так же, как отмечает Леонс Вишба, строительство в Абхазии спортивного комплекса для детей с ограниченными возможностями здоровья. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абазатова. Сухумская избирательная комиссия назначила выборы депутата Сухумского городского собрания в округе номер 14 Старый поселок на 12 июня. Об этом сообщается на сайте собрания. Выборы назначены в связи с тем, что депутат собрания от этого округа Нарсоу Салакая был избран депутатом 7-го созыва парламента Абхазии. Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года. Депутаты собрания избираются сроком на 4 года. Телекомпания Абаза ТВ продолжает проект «Биографический салон» – место встреч, где мы рассказываем вам истории людей, переживших Отечественную войну народа Абхазии. Гостем этого выпуска стал Олег Аршба – профессиональный военный и дипломат, которому было суждено отстаивать интересы Абхазии как на фронте, так и за столом переговоров. В первый день начала войны, 14 августа 1992-го, он ушел добровольцем на фронт в составе Творчалского ополчения. Прошел путь от бойца и офицера штаба Творчалского ополчения до командира 3-го полка Восточного фронта. За период военной службы был дважды тяжело ранен. Как рассказывает Олег Нуревич, на фронте случались самые удивительные истории, когда врага останавливали не только мужчины с автоматом. Насколько враг приблизился, что пули били по забору, по зданию батальона, настолько близко подошел. А рота ведь еще ближе противнику. Дали мне, говорит, командир, разреши я пойду к ребятам. Я на нее посмотрел, думал, что бы она могла сделать, но останавливать ее тоже. Я понимал всю критическую ситуацию, в которой пребывает эта рота, и доклады оттуда какие поступают. Я говорю, да, иди. Я обратил внимание, так знаете, боковым зрением, что она не оружие снимает, а берет музыкальный инструмент, чем гор. Да, я про себя еще подумал. Зачем? Да, зачем? Думаю, может быть, она куда-то его переложить хочет. Вышла, ушла. Я попросил, как только дойдешь, сообщи мне. Добралась. Мне докладывают. Дали пришла. Теперь, значит, вот все, что я говорю, это с их слов, с слов моих, значит, воинов. Дали добралась. Где-то она там нашла себе, значит, такое относительно безопасное место, и она начала играть. Играть и петь. Она, знаете, она участник ансамблина «Юрцах», великолепный, значит, и играет, и поет, значит, замечательно. И прямо на передовой, значит? Да, да, значит, между, скажем так, противоборствующими 30, 40, 50 метров. До позиции противов. Такая близость. Биографический салон с Олегом Аршба смотрите в нашем эфире. Министерство просвещения и языковой политики Абхазии организовало ежегодный традиционный творческий конкурс «Проба-Пера». В этом году в нем приняли участие 30 старшеклассников из абхазских школ. Конкурс проводится в новом формате, где молодые поэты читают произведения собственного сочинения. Во втором этапе дописывают в рифму две строки, а в третьем творчески подходят к вопросу «Кто есть я?». Через несколько дней в этнопарке Абсны пройдет торжественная церемония награждения дипломами отличившихся чтецов. Конкурс «Проба-Пера» Конкурс «Проба-Пера» Конкурс «Проба-Пера» Расширенный репортаж об этом смотрите в рубрике «Амш-Ахтес». Руководство приемной комиссии и профессорско-преподавательский состав Абхазского госуниверситета 13 апреля встретились с абитуриентами Галского района. В ходе встречи, посвященной профориентации, выпускники школ смогли задать вопросы об условиях поступления и обучения в Абхазском госуниверситете. Смотрите репортаж наших коллег с Гал-ТВ. Подобного рода встречи уже давно стали славной традицией, но в таком количестве и в таком составе преподавательский состав АГУ в Гале впервые. В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Галского района Джамбул Куртава, заведующая районным отделом образования Екатерина Габелия, работники сферы образования, родители учащихся школ города Гал и Галского района. Ответственный секретарь приемной комиссии АГУ Инга Ардземба представила всю делегацию, которая ждет нового пополнения абитуриентов в июле, когда начнутся вступительные испытания, и зачитала обращение академика Российской академии ректора АГУ Олегу Гварамия. Сегодня в АГУ обучается 74 студентов из Галского района. Самое большое количество из них учатся на агроинженерном и педагогическом факультетах. В этом году прием объявлен по 37 направлениям. Приходит время принимать решение, куда пойти учиться. Если у вас есть стремление быть успешными, осуществлять и решать все свои проблемы, быть респектабельными, приходите к нам на физмат. Дорогие абитуриенты, я представляю кафедру английского и немецкого языков филологического факультета. На английском и немецком обучаются 4 года и 5 лет специалитет, кто выдерживает после 4 курса и набирает нужный балл для специалитета. Всех, кто любит природу, растительный и животный мир, всех, кто любит и старается опознать все, что его окружает, приходите к нам на факультет. Набор осуществляется по следующим направлениям. На биологическом факультете, на специальности биология, география, туризм, биохимия и лесное хозяйство. Родители будущих абитуриентов и сами выпускники познакомились с образовательными программами АГУ и правилами приема на обучение по разным специальностям. Я представляю агроинженерный факультет, наиболее популярный у жителей ГАЛа. Многие ваши родители, бабушки, дедушки заканчивали институт субтропического хозяйства, продолжателем которого является наш агроинженерный факультет. По этой специальности мы обучаем, обучаются по специальности ученый-агроном, срок обучения 4 года, вступительный экзамен у нас по химии и биологии. Педагогический факультет является одним из самых больших факультетов нашего университета. У нас обучаются по нескольким специальностям. Первая специальность, это, конечно же, учитель начальных классов. Но прекрасное направление не только для девочек, но и для мальчиков. У нас и мальчики учатся некоторые на этом направлении. Прекрасное направление, которое позволяет вам в будущем научить детей очень многому. Вы будете специалистами в области методики русского языка, методики абхазского языка, методики математики, методики изобразительной деятельности, музыкального воспитания, естествознания. Вы представляете, каким кладезем вы будете? Инга Ардзенба напомнила, что в 2019 году в АГУ впервые проводилась Олимпиада «Путь к вершине», которая была прекращена в связи с ухудшением эпидемобстановки. Но в этом году эта добрая традиция продолжится. И с 13 по 15 мая текущего года на площадке АГУ Олимпиада «Путь к вершине» вновь пройдет для всех выпускников, кто готов проверить свои знания и испытать свои возможности, заявила ответственный секретарь. О порядке приема, преимуществах, возможностях и перспективах обучения в АГУ и многом другом рассказала заведующая кафедры русской и зарубежной литературы Нателла Бахия. Много было сказано о том, как важно в процессе обучения проявлять должное стремление к изучению таких дисциплин, которые являются фундаментальными в процессе подготовки тех или иных специалистов. Хотелось бы сказать огромное спасибо лекторам Абхазского государственного университета за то, что они приехали, проконсультировали. Лично мне особенно было интересно узнать о факультете искусства, на что я получила много информации и теперь я решила, куда мне поступать. Для нас большая честь, что они сюда приехали. Встреча была очень интересная. Спасибо за то, что вы сюда пришли. По словам выпускников, они смогли почерпнуть много нового, важного и полезного. И обязательно учтут советы команды преподавательского состава АГУ при поступлении в ВУЗ. Эти знания помогут ребятам определиться в выборе ВУЗа, успешно выдержать все испытания и получить отличные результаты на экзаменах. А самое главное, с достоинством и честью начать свой путь к желаемой профессии. Анжела Убилава, Илона Микава, Нигагачава, Галтова. Творческие планы на ближайшее время, а также вопросы, связанные с репетиционной базой ансамбля, обсудили министр культуры Дауркови с художественным руководителем Ордена Леона Государственного ансамбля народного танца «Шаратен» имени Бебия народным артистам республики Русланом Бебия, сообщает пресс-служба Минкультуры. Министр подчеркнул значимость деятельности ансамбля, главная задача которого – сохранение и популяризация народного танцевального искусства. Министр отметил, что важно проводить концерты не только в Сухуми, но и задействовать все районы Абхазии, так, чтобы все государственные коллективы были вовлечены в культурную жизнь республики. В преддверии 9 мая Госкомитет по делам молодежи и спорту присоединяется к патриотической акции волонтеров Победы «Письмо Победы», приуроченной к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции Госкомитет предлагает всем желающим написать письма поздравления со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной и проживающим в Абхазии. Письма будут доставлены ветеранам в День Победы. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо до 5 мая написать письмо поздравления, принести его в Госкомитет, город Сухум, улица, Гулия, 28, или отправить на электронную почту госкомспортра.собачка.майл.ру. Если вы пишете адресное письмо ветерану, укажите его контактные данные, по желанию вы можете указать и свои данные. Со 2 по 5 мая состоятся большие гастроли Первого русского профессионального театра Российского государственного академического театра драмы имени Волкова из Ярославля, старейшего театра России в Республике Абхазия, организованные Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России. В рамках зарубежного направления больших гастролей на сцене Государственного русского театра драмы имени Искандера пройдут показы спектаклей «Калина Красная. Предстоящее событие. Земля Эльзы. От Некрасова до Некрасова». В афишу гастролей включены разноплановые по жанру и тематике спектакли – комедии, драма, мюзикл. В постановках заняты ведущие артисты Волковской труппы, многие из которых знакомы зрителям по работе в кино и телесериалах. Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба 14 и 15 апреля представляет на своей сцене премьерный спектакль «Маленький принц». Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» любима читателями всех возрастов. Ведь, как писал автор, все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. А 13 апреля в Абхаздраме состоялся пресс-показ «Маленького принца», роль которого сыграл сам режиссер и постановщик, актер Абхазского театра Гудиса Тодова. Смотрите репортаж об этом событии в рубрике «Амшахтес». Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба 14 и 15 апреля представляет на своей сцене премьерный спектакль «Маленький принц». Режиссер Абхазский драматический театр «Маленький принц». А спектакль «Маленький принц» А принц и роль на их цвет, а спектакль «Арежиссер» Ахурглы Абхазский театр «Актер» Удиса Тодова. Абхазский драматический театр «Маленький принц» 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 А спектакль я нардует с разком обстаза А спектакль я нардует с разком обстаза Вниманию жителей столицы воды не будет Водоканал города Сухум сообщает, что в связи с ремонтом насоса 15 апреля с нуля до 18 часов будет прекращена подача питьевой воды в районах Кадорское шоссе, село Багмаран, Турбаза, улица Братьев Зонтария, улица Апсильская, улица Чанба, село Дзигута Сейчас о погоде в Абхазии В пятницу 15 апреля в республике Облачное с прояснениями погода Ночью из-за перепадов температуры воздуха возможен дождь, туман Температура воздуха ночью от 2 до 7, днем от 7 до 12 градусов Температура морской воды 10 градусов На этом выпуск завершен За развитием событий следите вместе с нами До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова